привет други мои суббота отпуск мой кончился с понедельника на работу отца отпуск был непонятный 2 через 3 3 через два нужно сделать много дел сейчас мы соберем двигатель на блоху подшипники пришли сцепление пришли пришло поездить не получится потому что рваное колесо но заведем послушаем потом я хочу разобрать honda беленькую ту просто разобрать раскидать посмотреть что нужно заказать чтобы запчасти шли и может быть что-нибудь еще там есть еще дельта вернулась и парень писал уже насчет сузуки лофт там непонятно что я спросил что там он сказал непонятно что возили его в технодром псков тоже не нашли причин я думаю надо будет посмотреть сузуки лофт а сейчас пока мелкий у нас мелкий и мелкий балаха балаха сейчас соберем двигатель на блоху там посмотрим так ребята вот двигатель блохи я его помыл очистил пришло два подшипника новых пришло у него сцепление вот новое будем все это дело сейчас собирать заказал я два подшипника оказывается надо было три потому что третий стоит вот здесь он такой же нехороший мы поменяем поставим новый который пришел а в коленвал поставим один новый на эту же сторону и один старый он как бы очень хороший не болтается ничего а второй старый он стучал он включал и он какой-то пилы вообще не отсюда фазами сейчас я вырежу прокладки вот сюда потому что комплект прокладок на этот мотор на зоне его нет заказывать отдельно смысла нет но что это он копейки сайты не вся не все сайты дают возможность купить дешево например прокладки стоит 400 рублей до а заказ от 500 которые отправляют и плюс еще доставка и получится 4 прокладки будет стоить тысячи рублей ну сейчас вырежем с картон очки тут все надо сюда прокладочки 2 и под цилиндр герметиком соберем все будет стоять долго и так мой любимый картон проверенный годами сейчас мы вырежем прокладочку под цилиндр потом между картерин и будем собирать так прокладки я вырезал но это заняло очень много времени чтобы вырезать сюда маленькие эти прокладки не три раза их перерезал потому что здесь такие малюсенькие перегородочки но более-менее вырезал так сейчас мы поставим подшипники и запихаем коленвал ну и скрутим в принципе тут ничего хитрого такого и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подшипники DimaTorzok Все три штуки на коленвале и на приводе Ну такой стоял совсем уже Весь он Так все новенький будет Как огонь Потом закручивается вот эта корзина сама сцепления сюда Корзина кривая Потукаем Можем маленько ее подровняем Так ну Побил сюда Молотком И вот она в общем то выровнялась Просто маленько была она согнута Видно что сцепление Разбило и погнуло корзину Равняется очень легко Гайка вот такая стояла Вот Сейчас подтянем Саму корзину Ну в принципе И гаечкой запринтаргаем Даже Можно капнуть маленько стоп резьбы Чтобы гаечка эта не раскрутилась Вот так И никуда она не денется Так Тут у нас все прекрасно У нас все хорошо Собираем мотор Так ну что Если мотор стоит Вот так Цилиндр стоит свечкой кверху Клинвал стоит Бабышками кверху Стрелкой на выхлоп Клинвал тут одинаковый Его можно поставить И так И так Я померил 35-35 Разницы нет Бабышками кверху Потому что тут Нету окна под карбюратор Тут по идее С жопой дует бензин И здесь только одно окно на выхлоп Так что ставим кверху Где нету окон Это у нас сторона сцепления Это генератор Мажем Мажем Чтобы все хорошо Герметик он Вот этот Он Когда высохнет И когда он зажат Ему ничего не будет Вот когда Вот так да Он бензином смывается Но он весь смывается Бензином А если высохнет Ничего ему не будет Потому что Сколько им перемазано уже Никогда Ничего Нигде Никаких проблем Не возникало Все приклеивается И все держится Прокладочки Прокладочки Тоже разные Надо так попасть Одна прокладочка Побольше Другая прокладочка Поменьше Так Вот так Мы сделаем И вторую Помажем Одну прокладку Поставим На одну Картерину А вторую Прокладку Поставим На вторую Картерину Чтобы была Центровка Главное Дать ему Высохнуть И тогда Ничего страшного Не произойдет Так Вторую Прокладку Ставим Сюда Вот так Теперь главное Не перепутать Каленвал Это у нас Сцепление Это у нас Генератор Вот так Вставляется Все тут Легко Уже Вот так Он стоит Бабышками Кверху И Собираем Потому что Каленвал Видать Видать Жизнь не повидал Последний раз Смотрим Вот так Бабышкам Кверху Мотор Стоит Вот так И Скручиваем Четырьмя Болтами Ну конечно Такая Ненадежная Система Система Я вам скажу Четыре болтика Такие Тоненькие Стеночки Зато я и стал Разбирать Что Стало Смотрю Сифонит Между Картерин А это уже Не есть Гуд Потому что Подсосы Они не дают Нормальной работе Двигателя Так Ну что Все вроде бы Хорошо Прокладочку Я подрезал Тут я не буду Резать ее Пускай она стоит Крепче будет Вот Мажем Значит Здесь Ну цилиндр Прикручивается Болтами Шестерка Как бы цилиндр Сделали Болты Покрепче А сам мотор Скручиваясь Оставили Пятерка Немножечко Мазну Маслом Цилиндр Потом Добавлю Еще Вот так Помажу Чтоб Кольца Зашли Хорошо Вставляем Свечкой Кверху Выхлопом Выхлопом Вниз Вот так Теперь главное Все это дело Всунуть Во Так И болты Куда Куда Пятерку Задел Торкс Заваливший Видно Или Брошен Разбираем Мопед Там Кину Там Ключ Кину В итоге Потом Не вспомнить Где Цилиндр По идее Тоже Получается Держат Квартира Как бы Получается Дополнительная Связка Так что Должно Что быть Крепко Замечательно Замечательно Все Крутится Шпонку Только Не потерять Все Вертится Клинвал Конечно Клинвал Конечно Сделан Как то Вот Вот так Если смотреть Клинвал Вот так Эти То ровно Клинвал Вот так Ну Все Крутится Все Работает Ничего Не Зажимает Так Ну Что Пускай Все Дело Сохнет Немного Погреем Горелкой Нам Теперь Надо Разобраться Лепестковым Клапаном Потому что Как то Он Плохо Прижимался Сюда 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 Дома Попробуем Погреть И Выровнять Сюда Пог 잘라 Погом Убийц Все Немного Немного Клиниев Погром Немного Продолжение следует... Продолжение следует... Согнется... Даже перебор... Ну перебор не хуже, будем затягивать... Выровняется... Только хорошо... Так... И так... Драйки улетают... Во! То что надо... Вот это вот... Пластмассовое... Это конечно все... Ширпатре... Должно быть все... Алюминиевое... Вот так... Пусть теперь остывает... Так... Ну что... Очистил я... Тут такая ржа была... Прям... Очистил... Вырезал... Такую прокладину фирменную... Свою... По... Вот этим окнам... Оп! По... Вот этим окнам... По... Вот этому окну... Вот... Будем ставить... Значит... Ставится она вот так... Вот так... Вот так... Курбиратор ровно стоял... Так... Вот так... И вот так получается... Она ставится... Вот... Мажем... Собираем... Кидаем это вот сюда... Оп! Тоже... Мажем... Вот... Были прокладки... Заводские... Я бы не мазал... Но... Найти их... В легкодоступном... Месте... Не так просто... Надо где-то все это дело искать... А самодельно я всегда промазываю... Конечно герметиком... Чтоб картон хорошо приклеился... И... Хорошо держал... Ну... Вроде так... Да... В этом месте надо в любом... Наверное... Случай было помазать... Потому что... Эта пластмассина... Она... Настолько... Из урода он уже... Что тут... Наверное... Мазал бы... И с родной прокладкой бы... Ну что... Подтянул... Тут затягивать не знаешь как... Просто... Потому что... Начинает выгибать вот уши... Вот... Но все равно лучше чем было... Почти ровно... И плюс герметик... Вот так... В принципе... А... Сердце собрано... Поставить сальники... Поставить... Сцепление... Ротор... И можно его прикручивать... Сальник помажем середуалом... Чтобы он... Не свистел... Не пердел... И его... Аккуратненько... Ставим на место... И второй так же сделаем... После задрали в этом году... Один год тут... У меня я шмелей выводок вывел... А... Целый... Они у меня под полом жили шмели... И... Целый выводок улетел у меня... Шмелей... А в этом году оси... Осы... Шмелей я всех разогнал... Потому что были налетевшие... Видно возвращались... На родные места... А в этом году осы... И ос просто много... Летают и летают... И такие наглые главное... Чуть-то не готовы в рот залететь... Чуть-то не готовы в рот залететь... Чуть-то не готовы в рот залететь... Вот... Допробил я сальники... Потому что здесь... Фаска... И как вот он как раз... Встал вот на плоскость... Да... Кто тут фаски... Чуть-чуть поглубже надо... Чем торчит... А вот сцепление было без шпонки... Не знаю что делать... Надо какую-то шпонку лепить... Ротор со шпонкой... Я его последним потом поставлю... Вот... А сцепление было просто так вот где-то... Ну видимо не буксовало... Потому что чисто из-за конуса... Сейчас что-нибудь придумаем... Какую шпонку... Так ребята... Ну что... Я был отлучивший часа на три... Положил мотор на солнышке... Все высохло... Погода сегодня жаркая... Вот... Надо теперь шпонку на сцепление... Вот у меня есть образец... Это шпонка на... На ротор... Это тройка... Ровно три... Есть металл три... Вот он... Сейчас мы постараемся изобразить шпонку... Новую шпонку... Пять... Нам нужно пять... Пять... На двенадцать... Пять на двенадцать... Пять на двенадцать... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Посмотрим Посмотрим что получилось Берем сцепление Ну и походу все хорошо Все у нас прекрасно село Теперь надо найти Ничего не бьет Болтики все это дело затянуть И будет все хорошо Так Забыл включить камеру Поставил болт с шайбой Со стоп резьбой Хорошо затянул Теперь с этой стороны Ротер я поставил Он маленько бил Я его подбил Берем тоже сюда шайбу Вот так Ну все Прекрасно Прекрасно Ставим катушку Сжигание И Поставим сцепление И в принципе Мотор у нас будет готов Сцепление Сцепление Сейчас закрутим сцепление Просто разбираю быстро Потом Не запоминаю Какие болты стояли Потому что надо Разобрать быстро Посмотреть что сломано И как бы Когда собираю Приходится смотреть видео Иногда Потому что Просто не помню Где какой болт стоял Вот маленький А время все равно Занят много Потому что Много копости Прокладки Например Да Надо вырезать Помазать все это Шпонку сделать Вот разобрать быстро Разобрать Две секунды А собрать Отдашь Пол дня Так Все у нас тут Прекрасно Так Карбюратор Чисто ради Спортивного интереса Посмотрим Что у нас внутри Здесь поплавок Такой же должен быть Как Как и В лодочном моторе Который я разбирал Он отдельный Да Вот он Ну Грязька есть Но не критично Ну тут тоже В принципе Ничего нету Один же Клер С огромной дыркой Под этот поршень Единственное Что здесь Резьба Вот эта В крышке Спорчен И крышка Соскакивает Я думал Намотать Функи Но Функи У меня нет Я забыл Что она у меня Кончилась Будем Чего-нибудь Колхозить Так Ну что Вот крышечка Она Везьба Погублена Так скажем Да Ну если до конца Закрутить Она держит Просто не до конца Закручена Была Вот Так что Еще не все Потеряно Так Урезаем прокладку Вставим Крюкбер Так Прокладку Я вырезал Закручиваем Карбюратор Силиконить Я не буду Хотя Посиликонил Вроде бы Как прижимается Хорошо И без Силикона Карбюратор Такое дело Его Может придется Снимать Пять раз Пока Его Силиконить Не буду Нажимать Тоже Не знаешь Как Этот Пластиковый Переходник Он Может Подтянуться Если Сильно Затянуть И Отойти От Прилегания С цилиндром В этом Месте Так что Затянем Так Относительно Чтоб Только Крепко Было Пробуем Заводить Осталось Три болтика Крышки Крыгалки И Все Крышки 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 Ставим Воздухан Забыл Воздухан Поставить Поставить Более-менее Какое-то Хоть Подобие Воздухана Есть А то Обычно Надо Все Колхозить А тут Какой-то Свой Маленький Но Свой Все Все Четко Так В принципе Поставил Глушитель Как-то Вот Я его Прикрутил На место Да И вот Он Как-то Не По Креплению Получается Его Как-то Надо Вот Совместить Вот По Креплению Вот Так Вот Туда А то Он Наизлом Сейчас Я туда Галь Подложу Нельзя Ставить Глушитель Наизлом Никогда Не надо Живодалом Затягивать Глушитель Это Вырванные Шпильки С цилиндра Всегда Делайте Так Чтобы Глушитель Вот Приставил И просто Затянул Гайками Если Он Не Подходит Начинаешь Живодалом Затягивать К цилиндру Или Сначала К цилиндру Потом Не сходится На раме Как Вот здесь Он был С той стороны И Вот Насколько Ухо Ушло Сюда Его Еще И согнул И Вы Затягиваете Его Насмерть То Или Шпильки Вырванные Или Какое-то Ухо Будет Отломано Потому Что В напряжении Глушитель Не должен Стоять Сейчас Я Прикручу Вот Это Вот Ухо Поставим Заслонку И будем Завозить Так Ребята Не знаю Короче Бензин Подключил Наплевался С тросиком С этим Там Все Маленькое Не Подлезть Не знаю Сейчас Попробую Дрыкнуть Если Схватит То Схватит Искра Такая Мелкая Попробую Полюбура Тов weekly Отлично Тов 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 сейчас посмотрю свечку мокрое или нет и посмотрим что-то мне не нравится короче свечку поменял сейчас порегулирую маленько так вот я насчет крепления вот я его на прикрутил чуть-чуть в натягу вот оно отвалилось вот насколько надо глушитель он видно нагрелся его повело сейчас вот надо это крепление переварить чтоб оно было на месте вот вам вся система перетягивания глушителя ну что последний путь-путь-путь я думаю тест и все так вот Бензина в баке мало. Ну и как бы все, все с этим мини конем пони, блоха, мото блоха, все нормально, все работает, заводится, кнопку сделал, глушак, я там приварил. Вот такая вот история. Долго день, да почти день, ну по мелочам больше. Все на этом. Не успел я больше ничего сделать, потому что отлучался, завтра чем и другое поделаем. Все пока.